В этом видео мы объясним, как настраивать гистограммы в платформе Volfix. Итак, начнем с вертикальной гистограммы. Переходим в меню Setup, Status, Vertical Histogram. Здесь мы можем отобразить одновременно до 7 гистограмм. Первые две из них отображаются в виде столбиков. Остальные в виде линий. В колонке Line мы можем видеть, какие из них линейные, а какие столбиковые. Line Off значит гистограмма столбиковая, а Line On это линейная гистограмма. Итак, разберем панель настройки. State это активация самой гистограммы. Далее выбираем тип гистограммы. К типам гистограммы мы вернемся чуть позже. Size это размер гистограммы. Регулируется в процентах, либо в пикселях. Далее опция Scale by Visible Area. Она позволяет строить гистограмму относительно видимой части графика. Например, если мы ставим видимой только текущую сессию, то гистограмма будет масштабироваться исключительнее по видимой части графика. Line это тип гистограммы, линейная, либо столбиковая. Также доступен выбор цвета гистограммы и цвета текста гистограммы. В линейной гистограмме мы еще можем указать толщину линий и тип линий. Например, штриховой. И также можно настроить цвет. Активируем гистограмму кумулятивной дельты за сессию. И в данном случае у нас отображается гистограмма объема плюс гистограмма кумулятивной дельты. Итак, рассмотрим виды гистограмм. У нас имеется гистограмма объема, дельты, дельты процент, количество трейдов, гистограмма максимального значения трейда, максимального значения тика, количество тиков, кумулятивная дельта за день, Кумулятивная дельта за весь график. Average Volume – это гистограмма среднего объема кластера. Как он считается? Берется общий объем бара и делится на количество кластеров. И выводится среднее значение кластера каждого бара. Wise Wave – это гистограмма VolumWise. Cash – гистограмма объема, но в виде валюты. Это актуально только для криптовалют и для акций. Другими словами, у нас будет отображаться объем не в количестве акций, а в долларах. То есть мы будем видеть, сколько денег было проторговано. Open Interest Delta – показывает изменение открытого интереса от бара к бару. Например, Delta Открытого Интереса 100 означает, что в конкретном баре открытый интерес на 100 больше, чем в предыдущем. А Open Interest – это гистограмма классического открытого интереса. Reverse Initial Volume – это актуально только для Reverse Chart. Bar Size – это размер бара в тиках или в кластерах. Далее, Joyative Volume – это относительный объем в процентах. Как он считается? Берется объем конкретного бара и делится на средний объем всех баров. Например, возьмем значение последнего бара – 69%. Означает, что в этом баре объем был на 31% меньше, чем в среднем баре. А, допустим, в этом баре показатель относительного объема составил 101%. И это означает, что в этом баре объем был на 1% больше, чем в среднем баре за весь подгруженный график. Далее, MaxDelta – это значение кластера с максимальной дельтой каждого бара. MinDelta – значение кластера с минимальной дельтой каждого бара. И SecondChartDelta – это гистограмма дельты второго графика. Она актуальна только для барового графика. Поэтому открываем баровый график, активируем SecondChart и в качестве второго графика подгрузим фьючерс на S&P. Подгрузим только текущую неделю. Итак, дельта второго графика позволяет нам оценить, какой из инструментов ведет себя сильнее, либо слабее. То есть она позволяет отслеживать корреляцию между двумя инструментами. Дельта второго графика мы также можем отобразить и в виде линий. Отключим столбиковую гистограмму и активируем гистограмму второго графика в виде линий. И мы видим, в какой момент S&P у нас начал падать быстрее, чем золото. Если гистограмма красная, это значит, что второй инструмент, у нас это S&P, ведет себя слабее, чем первый. Отметим возможность настройки лимитов для горизонтальных и вертикальных гистограмм. Сетап, Horizontal Histogram Limit и Vertical Histogram Limit. Далее перейдем к настройке горизонтальных гистограмм. Находится она в меню Setup, Status, Horizontal Histogram. Одновременно на одном графике мы можем разместить до 9 гистограмм. Итак, разберем панель настройки. State – это активация гистограмма. Далее выбор типа гистограммы. Гистограмма объема, дельты, количество трейдов, количество тиков. Гистограмма открытого инстрия с опционов. Гистограмма скрытых тиков. И гистограмма Classic, то есть Market Profile. Выбор таймфрейма гистограммы. Размер гистограммы. Регулируется он в процентах, либо в пикселях. Далее опция Self-Area. Она позволяет отобразить гистограмму на отдельной оси, если этих гистограмм несколько. Например, активируем дополнительную гистограмму дельты. Но в данном случае она у нас отображается вместе с гистограммой объема. Опция Self-Area позволяет нам отобразить данную гистограмму отдельно на своей оси. И в колонке Area мы можем видеть, в какой из гистограмм у нас активирована опция Self-Area. Также у нас есть колонка типа гистограммы, таймфрейм, цвет, размер, Max Volume Only и Max Volume Ray. К этому мы вернемся чуть позже. Далее настройка цвета гистограммы и настройка цвета текста гистограммы. Max Volume Only позволяет отобразить только максимальную цену гистограммы. То есть только цену POC. Откручиваем гистограмму дельты. И видим, что при включенной опции Max Volume Only у нас отображается только лишь линия POC. Далее можем изменить цвет линии POC. Ray это построение луча линии POC. Далее отображение лейбла. У нас здесь отображается таймфрейм. Гистограммы и объем данной линии POC. И толщина линии POC. По настройкам линии POC у нас есть отдельное видео. Там мы объясняем, как оптимально и удобно анализировать линии POC в платформе Wolfix. Откручиваем данную опцию. Идем далее. High, Low, Ray. Это лучи максимальный и минимальный цен профиль. TPO это настройка зон стоимости. Далее цвет зоны TPO. И цвет профиля вне зоны TPO. TPO луч. Он позволит нам отобразить лучи зоны TPO. И настройка второй зоны TPO. Например, если первый у нас 70%, вторый можем указать как 30%. На этом по настройке гистограммы у нас все. Если у вас есть вопросы по конкретным опциям, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании. Благодарим за внимание и удачи торгов!